Республиканская общественная организация инвалидов предлагает переселить людей с ограниченными возможностями в доступное жилье. То есть в такие дома, в которые люди на колясках смогут въезжать по пандусу без посторонней помощи и также самостоятельно перемещаться внутри. Сейчас некоторые маломобильные люди годами не могут выйти из дома. Об этом депутатам напомнила Маргарита Колпачукова, председатель республиканского отделения Всероссийской организации инвалидов на профильном совещании. Поддержали ли народные избранники? Это и другие предложения в материале Елены Кононовой. Вот такая доступная среда в наших муниципалитетах. Фотографии сделаны представителями республиканской организации инвалидов. Они проверили более 200 объектов в самых разных уголках республики. На создание этих конструкций затрачены огромные средства и все впустую. Как это здесь даже мама с коляской подняться должна, я тоже не понимаю, конечно. Пандус – это не решение проблемы, отмечает лидер организации Маргарита Колпачикова. Мало просто добраться до крыльца, нужно еще попасть внутрь. Но это тоже далеко не всегда возможно. Мешают пороги, узкие дверные проемы, внутри – лестницы, вдоль которых, конечно же, нет еще одного пандуса. Его зачастую просто негде ставить. Именно поэтому доступную среду нужно создавать комплексно. Когда мы говорим о том, что доступная среда должна быть, мы говорим в том числе о пожилых людях. Мы говорим в том числе о мамочках с колясками. Мы говорим обо всех абсолютно. Я сегодня вышла из дома и увидела в соседнем доме, выходит из подъезда, ну, с ужасом смотрела, хотя сама это каждое утро делаю, как спускался на двух костылях мужчина, ну, как он это преодолевал, я не знаю, это было семь ступеней, ну, как он это делал, у меня просто выдожимало сердце. Впрочем, сегодня уже удалось поменять вектор отношений к созданию доступной среды. И первым это сделал Владимир Уйба. Именно по указанию главы региона ответственность за доступную среду переложили социального министерства на Минстрой. И это правильное решение отмечают общественники. Во-вторых, 1 июля этого года профильное ведомство утвердило стандарт, в котором подробно прописано, как создавать условия для маломобильных инвалидов или людей с проблемами слуха, или зрения. Этот документ разрабатывали с 2014 года. Вот это как методические рекомендации нашим муниципалитетам. И я думаю, что они, конечно, должны следовать этому документу. Это только позволит нам обеспечить благополучие всех участников и жизнь комфортную в той среде, которую мы все имеем. Кроме того, программа «Комфортная городская среда» тоже должна учитывать потребности маломобильных граждан, подчеркивает Маргарита Колпасчикова. Главное, во время реконструкции зданий и строительства объектов в качестве эксперта приглашать не первого встречного, как это часто бывает в муниципалитетах, а обученного специалиста, который точно знает, как надо сделать. Таких в регионе 41 человек. Они уже наделены правом контроля. Дело за малым. Дать им возможность ввести этот контроль.